Есть всегда возможность разрезать треугольник на четыре подобных ему треугольника меньшего размера. Для этого достаточно провести средний линия. Как известно, средняя линия параллельна соответствующей стороне треугольника. И поэтому эти углы равны, эти углы все тоже равны. И получается, что треугольник разрезан на четыре треугольника одной и той же и на фоне. То есть они подобны большому треугольнику, но по площади в четыре раза меньше, а по линейным размерам в два раза меньше. А теперь задача. Придумайте какой-нибудь, не обязательно любой, но придумайте хотя бы какой-нибудь треугольник, который можно разрезать примерно таким же образом. То есть взяв по одной точке, не обязательно на сторонах, но на сторонах обязательно. Так вот, разрезать на четыре треугольника, и чтобы все они были бы подобны исходному треугольнику. То есть, чтобы эти точки уже не были бы серединой сторон, а факт подобия все равно бы сохранился. Это уже не получается сделать с любым треугольником, но можно придумать треугольник, для которого это так. Такой замечательный треугольник. На сторонах, которого можно взять тут по одной точке, причем хотя бы одна, должна быть не в середине. То есть конструкция не должна совпадать с той, которую я вам рассказал. Чтобы треугольник был бы разрезан на четыре треугольника, каждый из которых подобен исходному треугольнику. Это вы взяли, типа клеточки, чтобы вам показать, да? Показываете клеточки, и получаются треугольники, все они равнобедренные, прямоугольные. Мне нравится. Хорошая мысль. Просто по клеточкам. Отлично, отлично, спасибо. Давайте я дам еще одну идею, как можно было такого рода конструкцию выгнуть. Если берешь, не обязательно равнобедренные прямоугольники, а если берешь любой прямоугольный треугольник, то в нем можно провести высоту. Смотрите, вот этот угол в сумме с этим дают 90 градусов. Здесь, конечно, тоже в сумме дают 90 градусов. Получается, что высота режет прямоугольный треугольник на два треугольника, которые ему самому подобны. Согласны? Если немножко подумать, это будет одно из двух точек. Остальные можно получить, проведя высоту в получившихся двух треугольниках. Ясно, что таким образом мы получаем четыре треугольника, подобных друг к другу. Однако, нам надо было, однако, вместо этих двух треугольников, нам надо получить такие, два треугольника. Такой и такой. Этот прямоугольник, то есть это четырехугольник, это прямоугольник, потому что три его угла прямые. Значит, обе диагонали прямоугольника разбивают его на равные треугольники. Да, я понял. Видели? Мы сумели вместо, как сказать, вместо вот таких треугольников взять такие. То есть, окончательно, точки на сторонах, это вот это, это и вот это. Поняли? Да? Значит, у нас очевидно, что эти треугольники, они все подобны этому дружке. Хорошо. Следующая задача на ту же самую тему. Представьте себе, что у нас есть треугольник, все его стороны, длинные стороны, целые числа. И другой треугольник, у него тоже все длинные стороны, целые числа. При этом два треугольника, подобные друг дружке, подобные между собой, и среди длин сторон одного из них, есть два числа, которые есть среди длин сторон другого. И ровно два. Повторяю. Придумать такой треугольник, что у него все длинные стороны А, В и С будут целыми числами. И при этом, когда мы их умножим на некий коэффициент подобия, то окажется вот такая вот ситуация. При этом числа А и КЦ разные. Конкретные числа. Длинные стороны нужно четко сказать. Вообще, для этого есть теремия Пифагора. Что в любом прямоугольном треугольнике сумма квадратов катетов равна квадратов катетов. У любого прямоугольного треугольника сумма квадратов катетов равна квадрату. В этой задаче все гораздо легче. Это совершенно не может. Все гораздо проще. У первого треугольника длинных сторон 8, 12 и 18, а у второго 12, 18 и 27. Если длинный сторон второго треугольника умножить на две трети, то получится длинный сторон первого. Обозначенные треугольники подробно. Я поздравляю. Вы объясните, как получилось все это. Если первая сторона треугольника равна какому-то числу А, то вторая должна быть в X. Вторая это B, то есть это КА, да. Да, а вторая должна быть в X. Третья это С, то есть это КБ, то есть это К квадрат А. Да-да-да, я начинаю постепенно понимать. Вот это у нас будет К в квадрате умножить на А. Да, значит КС это будет сколько? Если С это К в квадрате А, К в кубе А. Отлично. Как Вы подобрали К? Почему, например, не взяли двойку в качестве К? Я, если честно, я делаю практически подбором. Мы не можем умножать каждую следующую сторону на 2. Почему? Потому что тогда не получится ставить треугольник. Я стал увеличивать, я решил попробовать увеличивать его в полтора раза. Каждый раз, когда я увеличиваю число в полтора раза, один из его простых множеств, или два, заменяется на три. Это правда. Правда. Действительно, внизу возникает двойка, вверху возникает тройка. В результате Вы взяли в качестве А сколько? Восемь. Восемь. Знаете, напишем. Восемь. Дальше стало? Двенадцать. Дальше стало? Восемнадцать. Замечательно. А у второго треугольника? Двенадцать, восемнадцать и двадцать семь. Отлично. Спасибо. Замечательно. Спасибо.